Ассаламу алейкум и рахматуллах и бракяту дорогие братья и сестры рядом со мной брат Эмиль он тоже стал последователем Ахлебейт алеймиссалату вассалам совсем недавно и мы хотим его расспросить об этом почему и как он пришел к Ахлебейт алеймиссалату вассалам брат расскажи вот вообще как все это начиналось да какие ты искания сколько лет каким ты убеждением приходил и почему ты уходил оттуда расскажу как бы все продукт подробно изначально как бы я следовал немножко другой идеологии на то время я считал что эта идеология правильная но эта идеология не буду скрывать слова это Ахлесуна Вальджамат как называют салафизм да конкретный салафизм в котором у меня возникало очень много вопросов постоянно на которые я не мог получать ответы то есть каждый раз когда доходил до той или иной какой-то определенной цели да я спрашивал а вот почему это так а почему вот так просто отвечали там определенные люди что ты еще слишком молод для того чтобы знать такие вещи и соответственно меня это приводило уже тогда в сомнение что мне хотелось узнать истину что почему допустим какие-то события которые происходили раньше они не имеют это объяснение в моей голове соответственно тогда я уже начал искать ту самую истину да которая действительно я считал что я ее найду и благодаря всему Аллаху я нашел ее эту истину да и считаю что я на верном пути и и благодарен очень многим людям которые способствовали моему приходу а сколько сколько лет в салафизме четыре года четыре года я провел в салафизме насколько активным был ну активный был я считал что я имею ввиду именно познание салафизма ну я изучал там как говорится участие ученых мероприятиях участвовал особо так не участвовал но изучал там учения нам иван тэймии и очень много всяких салафийских ученых которые на тот момент мне казалось что действительно то есть ты четыре года полноценно исповедовал да вот это вот учение и какие именно моменты учения ахлебейта алиэм салат вассам привлекли тебя и какие именно доводы какие положения убедили тебя если можно поподробнее чуть ну в первую очередь я скажу что те вопросы которые для меня были закрыты в салафизме это у меня всегда так как я сам родом из баку и как бы прожил в этой атмосфере и наши братья салев салев это они говорят что допустим то что делается у меня дома на этом какие-то праздники проводятся конкретно какие-то там допустим трауры до касающиеся святых людей на тот момент о которых я вообще ничего не знал то есть я имею ввиду азрят али алейхисалам ахлебейт 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 да вот соответственно когда какие-то вопросы у меня возникали я приходил к ним и говорил а вот у меня дома там так-то делают так-то делают они говорят что это харам это бида все в общем ты должен отходить от них вообще чуть ли не должен общаться с ними или же должен их объяснить что это харам это так нельзя делать я говорю когда задал вопрос опять почему вы объясните мне а вот потому что так сказал ученый такой то все на этом останавливалась вот еще почему то есть не могли объяснить или какие-то доводы привести к этому доводы не доводы вообще никаких не приводили да то есть приводили какие-то доводы которые соответственно источники на сегодняшний день когда я понимаю что эти источники вообще просто не то что недостоверны но достоверно конечно есть там много чего достоверно но сейчас для у меня это просто смешно казалось как кажется что еще касается почему я именно пришел и сделал последовательно любите тем что ну я не знал как происходила вся история то есть изначально да вот как поступили мавиат соответственно его последователи как передавалось смерть после смерти пророка события соответственно там во время битвы к другу соответственно какие были там действия определены не буду указывать все об этом знает но салафиты тоже где-то принимают но закрывает на это глаза и проезжают мимо соответственно когда я узнал вот эту истину и подробно это все изучил то я понял что я просто не на верном пути попросил у аллаха прощения за то что сделал только и опять поблагодарил за то что он все таки меня вывел на истинный путь вот сколько сейчас уже считаешь себя последовательно любителя сколько времени прошло не так долго на самом деле но за этот короткий период там буквально 45 может быть месяцев я познал и понял больше чем я пытался понять за 4 года а вот за эти месяцы которые ты изучаешь я знаю что ты пытаешься да прикладывать усилия активные чтобы изучить эту школу и какие-то видишь плюсы какие-то превосходства видишь в этой школе и как ты ее можешь оценивать в сравнении с другими школами школа аглебейта для меня это в первую очередь является источником понимания то есть я ну каждый человек своей головой он должен как-то понимать то что он изучает то что он учит то что он делает а если ты как робот тебе говорят ты должен это делать и ты не понимая почему ты должен это сделать соответственно это непонятно для меня это в первую очередь источник истины и источник понимания когда я понимаю что то соответственно я к этому стремлюсь ты понимание имеешь ввиду именно каких-то вопросов вроде того что ты говорил что вот допустим у меня дома что-то происходит понимание и религии понимание обычаев понимание и как ты как ты можешь оценивать школа любит алимса и другие школы их превосходство то есть насколько я знаю ты кроме салафизма еще пытался что-то еще познать еще постичь да я изучал там многие всякие науки и как ты можешь как ты можешь оценивать именно ты потратил 4-5 месяцев на изучение любит школы любит алимса как ты можешь оценивать положение этой школы по стране по сравнению с другими школами как ты это оцениваешь ну лично мое личное мнение что для меня в принципе эта школа является на сегодняшний день и нашала на будущее то есть единственной школы по которой я буду следовать всегда и определяя если в качестве соотношения какой-то статистики да то ну многие могут подумать именно качественное значение но я поэтому я говорю многие могут подумать потому что я как бы являюсь привет ну тебя то на самом деле как бы ничто не держит здесь да ты 4 года вы был в другой школе поэтому тебя здесь если бы держала бы изначально держала бы тебя сюда привело бы как и поэтому как бы твое объективное понимание из поиск истины может быть и привел тебя туда и поэтому твои как бы слова не могут иметь большие ценности как здесь не нужно как-то ну что я могу сказать могу сказать что школа ахлебейта это первую очередь школа жизни то что жизни а именно как правильно выразиться чтобы было понятно и доступного для всех кто будет смотреть это видео это школа которая дает понимание очень многим вещам открывать глаза и то что остается там под тенью для меня может как-то не так отвечаем на отвечай как сейчас я чувствую она выводит из тени те моменты которые другие школы пытаются скрыть то есть это все открыто набери просто пойми и возьми и это есть истина и это есть правильность что в других школах и в других вообще течениях и религиозных и там внутри религиозных я такого не наблюдал спасибо большое брат за общение иншааллах пусть аллах тебе даст развитие на этом пути и сделала тебя истинным последним Субтитры создавал DimaTorzok